Что такое одновременно самая удивительная и самая банальная вещь? Ну, мой ответ на этот вопрос – путинское воровство. Конечно, говорить о путинском воровстве в тот момент, когда по всей Украине рвутся бомбы, ракеты, а каждый день гибнут невинные люди, кажется неуместным и кощунственным. Но убийцей и военным преступником Путин во многом стал именно благодаря, ну или вследствие, своей коррупции. Вот чем же путинская коррупция так удивительна? Ну, по крайней мере, для меня. Он более 20 лет является лидером крупнейшей державы. В его руках неограниченная власть над гигантской страной. Под его личным контролем вторые по размеру ресурсы мира. Ну, то есть в Америке, конечно, экономика больше, но президент США ей лично распоряжаться не может. В отличие от Путина. Ну, или, например, Си Цзиньпини. 20 лет. Одна седьмая часть суши. 140 миллионов неплохо образованных граждан. Несколько триллионов бюджетных денег. Путин мог отправить миссию на Марс. Мог сделать сам или купить для страны Эппл, Теслу, Амазон или их все вместе взятые. Мог построить Сингапур только в 10 тысяч раз больше. Мог обеспечить всю страну медициной на уровне лучших швейцарских клиник. Мог сделать Кремниевую долину размером с европейскую часть России. Но все эти возможности Путин променял на воровство. Вот для меня это непостижимо. У тебя есть ресурсы, чтобы сделать абсолютно что угодно, чтобы изменить всю страну. Да что там страну, чтобы весь мир к лучшему поменять. А ты по привычке тыришь мелочь по карманам, да ложки в буфете. Путинское воровство удивительно, но в то же время оно банально. Мы много знаем про его коррупцию. Она хорошо изучена. Знаем про его дворец в Геленджике. Знаем про 20 резиденций в самых лучших местах страны. Мы в курсе про его 6 яхт, часть из которых записана на госструктуру, а часть на коммерческие компании. Мы знаем, что самая крупная из этих яхт, например, Шахерезада, имеет 140 метров в длину и оценивается в 700 миллионов долларов. Мы видим купающихся в роскоши жен, любовниц, друзей, приближенных Путиным. Мы видим, как он прячет свои деньги на счетах своих кошельков. Мы понимаем, что вся система управления страной построена на коррупции. Да что там говорить? Коррупция – это и есть смысл в существовании этой системы. Но в этой картине до сегодняшнего дня не было одной важной детали – как именно сам Путин получает деньги. Ну, да-да, и лично он. Коррупция Путина интересна не из-за количества украденных денег. Хотя масштабы воровства впечатляющие. Важно понимать ее механизмы, ее предпосылки и следствия, поскольку именно она – опора путинской власти. Сегодня при помощи расследования Центра Досье и Ильи Рождественского мы разберемся, как это функционирует и к чему приводит. В 2008-2009 годах на газовом рынке произошла не очень примечательная сделка. Своих владельцев сменила компания «Ямал-СПГ». Вы, скорее всего, даже не слышали о такой. «Ямал-СПГ» обладал лицензией на крупное, но не самое большое южно-тамбейское месторождение. Месторождение находится на берегу Карского моря. И оттуда сжиженный газ удобно вывозить танкерами. Новым владельцем «Ямал-СПГ» стал «Новотек». Вторая по величине газовая компания России. В общем, все скучно, неприметно, как и бывает в корпоративном мире. У этой сделки была лишь одна необычная деталь. В структуру перепродажи «Ямал-СПГ» были встроены несколько офшоров, на которых по результатам сделки остался 1 миллиард 120 миллионов долларов прибыли. Миллиард долларов чистой прибыли за полтора года, без всяких на то усилий и затрат. Это, я вам скажу, выдающийся результат. И у нас же такое совпадение. Получившие такую прибыль офшору принадлежали Геннадию Тимченко и Петру Колбину. Эта история сразу попала в поле зрения СМИ. Легкая и быстрая миллиардная сделка совершенно случайно приносит прибыль не кому-нибудь, а близкому к президенту бизнесмену Тимченко и другу Путина Колбину. Особенно здесь интересна фигура именно Петра Колбина. Петр – это друг детства Владимира Путина. Они вместе гуляли, вместе дрались на сельских дискотеках. Однажды с Петькой, моим сыном, пошли на танцы в соседнюю деревню. К Петьке там подлез один. Сын у меня был не из слабых, шлепнул по загривку. За местного заступились хозяева танцев и начали Петьку дубасить. Володя скомандовал – Петька в угол! И один пятерых обработал. Он тогда уже занимался борьбой. И очевидно, что не растеряли дружбы и после того, как Путин стал президентом. Поэтому с начала 2000-х годов Колбин стал добиваться серьезных успехов в бизнесе. Хотя вроде бы ничего этого не предвещало, ведь его предыдущее карьерное достижение – это работа мясником. Но с приходом Путина к власти все меняется. Мясник Колбин начинает работать с «Газпромом», становится синевым акционером одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров «Ганвор» и зарабатывает полмиллиарда долларов на сделки с «Ямал-СПГ», что позволяет ему войти в список «Форбс». Человек из ниоткуда. Он неизвестен не только широкой публике или журналистам, но и бизнес-сообществу. Весной 2011-го в рейтинге богатейших россиян журнала «Форбс» впервые появилось имя Петра Колбина. Частный инвестор стартовал со 187-й строчки с состоянием в полмиллиарда долларов. Но ни фото, ни биографии. Даже невозможно назвать его близким к Путину бизнесменом, потому что он не бизнесмен, не предприниматель. Собственно, он сам это честно признает. Не такой уж я и крупный, говорит, и не бизнесмен. Вас немного ввели в заблуждение. Вот это он сам сказал в единственном комментарии для медиа. И вот этот не предприниматель зарабатывает без малого полмиллиарда долларов всего на одной сделке. Конечно, подозрения, что Колбин это просто аватар Путина, его кошелек, появились давно. Подозрения обоснованные, убедительные, но лишь подозрения. Близкий к Путину бизнесмен Тимченко почему-то неизменно берет Колбина в партнеры. Почему-то обеспечивает его участие в сверхприбыльных сделках. А сын Колбина, Владимир, почему-то участвует в финансировании дворца в Геленджике и дает деньги на покупку телеканала для Алины Кабаевой. Кстати, если не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Потому что находка с танцующей в кадре гимнасткой просто классная. Но вернемся к Ямалу и офшорам, которые заработали на этом. Почему я вообще говорю об этом сейчас? Ведь этой истории уже много лет, и о ней уже неоднократно писали. Илья Рождественский и Центр Досье сумели докопаться до одной маленькой, но значимой детали. Детали, которые все в этой истории расставляют по своим местам. Они выяснили, что удивительным образом вся прибыль от сделки с Ямал СПГ, то есть весь миллиард 120 миллионов долларов, оказались под контролем всего одной панамской компании. И эта панамская компания принадлежит мяснику Петру Колбину, а вовсе не бизнесмену Тимченко. То есть не самый крупный и не бизнесмен сумел заработать на одной сделке не полмиллиарда, а больше миллиарда. Ну и это еще не все. Вы помните путинскую яхту? Я сейчас сказал, понял, что надо уточнить, все же у него шесть яхт. Я имею ввиду яхту Грейсфу. Это вторая по величине из путинских лодок, 80 метров в длину, стоит 100 миллионов долларов. И еще 5-10 миллионов долларов в год требуется просто на ее обслуживание. Так вот, эта яхта начинала строиться на верфях Севмаша. Но доводилась до ума и оснащалась в Германии. Там же, в Гамбурге, перед войной, яхты ремонтировали двигатели и достраивали два балкона. Действительно, как же верховный главнокомандующий может плавать на лодке без балконов? Незадолго до войны Грейсфу, естественно, срочно покинула Гамбург и ушла в Калининград, очевидно, опасаясь ареста. За дооснащение и ремонт этой путинской яхты в Германии, конечно, платило не управление делами президента. А платежи шли от, вы уже, наверное, догадались, от той самой панамской компании Петра Колбина. Вот как-то уж много связей слишком между Колбином и Путиным. Есть поговорка, что если что-то выглядит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то это, вероятно, все-таки утка. Если кто-то зарабатывает как Путин, тратит как Путин, то это и есть Путин. А значит, нет никакого бизнесмена Петра Колбина. Петр Колбин в бизнесе – это Владимир Путин. Это Путин, а не Колбин получил миллиард долларов на перепродажи Ямал-СПГ. Вернее, миллиард 120 миллионов. Это Владимир Путин, а не Колбин потратил часть этих денег на строительство одной из своих шести яхт. Наконец, это Путин строил для себя дворец в Геленджике и покупал недвижимости телеканалы для близкой ему Алины Кабаевой. Почему еще я так уверен в том, что Колбин – лишь аватар Путина? Ну, объясню вам. Богатство, крупное состояние – это всегда и доходы, и расходы. У разбогатевших путинских друзей, например, вы всегда увидите грандиозные траты на роскошь. Яхты Ротенберга и Чемизова, дома Ковальчука и Сечина. Хорошо зарабатывающие люди должны куда-то тратить свои деньги. Ну, окей, я, например, равнодушен к такого типа роскоши, поэтому достаточно много трачу на общественные благотворительные проекты. Но ведь это же тоже заметно. Ведь куда-то деньги уходят. Даже если вы их тратите на науку, или на коллекционирование искусства, или на футбольный клуб, движение больших денег всегда заметно. На что же помимо путинских дворцов, яхт и женщин тратил свои миллиарды Колбин? Коллеги из Центра Досье изучили все возможные базы, реестры, выписки и все прочее. У Колбина нет дорогостоящей недвижимости. Нет личных самолетов, яхт, акций, Фейсбука или Амазона. Это какое-то очень странное поведение для миллиардера. Вот на себя он деньги не тратил, жил достаточно скромно. Жене и сыну оставил в наследство лишь несколько квартир, которые они теперь даже содержать не могут и выставили на продажу. То есть всеми своими доходами Колбин был обязан Путину. И все деньги Колбина уходили лишь на путинские нужды. Значит, Петр Колбин выступал лишь прикрытием для заработков и трат, на которые президент страны не имел никакого права. Хорошо, вот теперь мы знаем, как Путин зарабатывает и как прячет полученное. А что нам это знание дает? Ну, вообще-то многое. Вот вы задумывались, как именно наша страна оказалась в том месте, где она находится сейчас. Есть расхожая строка из стихотворения Бродского. Ворюга мне милее, чем кровопийца. Так вот, как Путин-ворюга превратился в Путина-кровопийцу? Он и правда пришел во власть воровать. Ну, или, как он, наверное, про себя думал, зарабатывать. Есть два типа коррупционеров. Одни воруют из прибыли. И вот мог ли Путин вложиться, например, в акции Газпрома? А потом, как президент, создать такие условия, чтобы Газпром стоил триллион долларов или два? Ну, конечно, мог. Заработал бы сотни миллиардов долларов. Но главное, сделал бы богатой страну. Было бы это коррупцией? Ну, конечно, да. Но за такую коррупцию страна была бы даже, скорее, благодарна. Но Путин не думает стратегически. И ворует он не из прибыли, а из убытков. Я это понял очень давно, хотя и не сразу. Еще в 2003 году на встрече с президентом я привлек его внимание к, очевидно, коррупционной сделке. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Тогда только назначенный на Роснефть Сечин купил у бывшего замминистра финансов Вавилова нефтедобывающую компанию «Северная нефть» за 600 миллионов государственных долларов. Поскольку Вавилов предлагал свою компанию всем нефтяникам, то я знал ее настоящую цену. Нам предлагали ее купить за 200 миллионов долларов. И это была завышенная цена, и мы отказались. А тут еще на 400 миллионов долларов больше. И тогда я не понимал, что 400 миллионов долларов – откат лично для Путина. Понял уже потом по его реакции. Я возвращаю вам вашу шайбу. Ровно та же история, ровно та же схема с перепродажей Ямал-СПГ. Некий посредник раздувает цену актива, чтобы немного навариться. Это потерянные для экономики деньги. Это не рост капитализации, а уменьшение инвестиционных возможностей. И это вот путинское понимание бизнеса на уровне Питера 90-х годов. Потерять миллион, чтобы украсть рубль. Конечно, такое понимание экономики не могло привести ни к чему хорошему. Сначала помогали ценные энергоресурсы, потом даже их перестало хватать. Но есть еще одно следствие из истории с тем, как Путин заработал миллиард долларов на сделки Сеймал-СПГ. Это, собственно, почему нам так важно было разобраться, как именно обогащается Путин. Путин не получает деньги лично. Это всегда номиналы, подставные лица, друзья офшорной компании. Путинские заработки нелегитимны и преступны, а значит, официально ему не принадлежат. Они записаны на всяких колбинах и по документам принадлежат им. Пока Путину власти проблем нет. Захотелось 80-метровая яхта с балконами. Захотелось телеканал жене или подруге. Ну вот представьте, уходит Путин от власти. Где гарантия, что очередной колбин не скажет? Да знать вас не знаю, Владимир Владимирович. Деньги записаны на меня? Ну, значит, принадлежат мне. Путин любит рассказывать о своей любви к России. Любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа. Она делает нас сильными. Объединяет вокруг общих задач. Любит говорить об ответственности за страну. Ответственность за все, что происходит в стране, всегда лежит на голове государства. Ну и дальше по ранжиру вниз. Но в реальности он просто зарабатывает на России. Россия – это его собственность, его кошелек, его бизнес. Одна сделка полтора года, и Путин получает больше миллиарда долларов себе в карман. Для таких позитивных практик история успеха, уверен, будет становиться все больше. Сколько было таких сделок? Сделок, одобренных Путином. Сделок, где он имел свой интерес. Владимир Путин сегодня встретился с участниками сделки по приватизации Роснефти. Крупнейшую приватизационную сделку последних лет Владимир Путин обсудил в Кремле с иностранными инвесторами. Документы «Газпром» и китайская компания «Синписи» подписали в присутствии Владимира Путина. Сделки на миллиарды, инвестиции в экономике двух стран, контракты на покупку С-400. За 5 миллиардов 208 миллионов долларов США. За 23 года у власти, наверное, десятки, если не сотни. Сколько он успел отщепнуть себя в карман? Сколько вот таких колбинах прикрывают Путина? И сколько он потеряет, если отдаст власть? Путин в какой-то момент понял, что загнал себя в ловушку. И загнал во многом своим воровством. Путин пришел к власти, чтобы обогатиться. Обогатился. Это правда. И теперь его деньги лежат по разным офшорам и номинальным владельцам. По Колбиным и Ралдугинам. Вот сколько из них сохранит лояльность Путину после его ухода? Поэтому он и не может уйти. Не может уйти, чтобы не потерять свои миллиарды и яхты. Поэтому он должен оставаться у власти навечно и любой ценой. Даже если это цена захватническая война с десятками тысяч жертв. Это тяжело говорить. Это горько осознавать. Но сегодня Путин убивает тысячи украинцев и разрушает города и села соседней страны. Во многом, чтобы избежать ответственности за наворованные. Чтобы сохранить вот этот и другие свои миллиарды и яхты. Сегодня мы поймали Путина на преступление. Коррупция. Возможно, рейдерство, откат. Занятие бизнесом при помощи админресурса. Конкретная квалификация, но она не так важна. Главное, что нет никакой законной опции для получения Путина миллиарда долларов. По идее, вот в этом самом месте должно быть требование к Путину уйти в отставку. А к правоохранительным органам завести уголовное дело. Но мы понимаем, что этого не случится. Он сам не уйдет. И уж точно его ручные правоохранители не возбудятся даже на самую доказанную коррупцию. Но это не значит, что Путин неуязвим. Путин у власти до тех пор, пока у него есть легитимность. Пока какая-то критическая масса людей внутри страны и за рубежом считает его президентом. А не поехавшим крышей клептократом. Уверовавшим свое мессианство. И день, когда большинство людей поймет истинное лицо Путина, станет его последним днем у власти. Я очень надеюсь, что это разоблачение, пусть чуть-чуть, но приближает и конец Путина, и конец войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok